Сирота из Екатеринбурга Александр Миронов вот уже два года не может получить положенное ему по закону жилье. Вместе с женой и ребенком молодой человек вынужден жить у бабушки в однокомнатной квартире. Равнодушие чиновников уже привлекло внимание прокуратуры. Сюжет Юлии Першиной. Вот здесь мы огордили вот шкафом. Вот здесь мы спим. Вот здесь мы спим. Мы как бы вот это все раздвигаем, чтобы на двоих было место. Вот здесь лялька у нас спит. В этом маленьком закутке молодая семья с трехмесячной дочкой Маши живет уже больше года. Другой крыши над головой у них просто нет. И все бы ничего, но гостеприимством старенькой бабушки пользуются еще несколько человек. У меня прописано шесть человек. Значит, вот два сына, внук, внучка и я сама. Шесть человек прописано. Сейчас из комиссии придут. У меня еще их троих зафиксируют. У меня будет прописано девять человек на 18 квадратах. Глава молодой семьи Саша Миронов – выпускник детского дома. Родители алкоголиков лишили родительских прав, когда он был совсем маленьким. Из детского дома вышел в 17 лет. Однако никакой положенной по закону жилплощади ему не предоставили. Два года назад поставили на очередь. И тишина. Пока был один, снимал квартиры и комнаты. Но сейчас, когда появилась семья, зарплаты отделочника стало не хватать. Я прихожу туда. Там мне говорят, завтра приди. Туда прихожу. Мне тоже говорят, иди туда сходи. Короче, посылают меня туда-обратно. Написал там заявление, что у меня там ребенок, жена появились. То, что жилье необходимо надо. Все они говорят. Решим вопрос. После первого марта подойди. Я подхожу. Мне говорят тоже, завтра подойди. По словам чиновников, квартира будет не раньше, чем через два года. Ситуация, в которую попала семья, уже заинтересовалась прокуратура. В настоящее время прокуратурой Свердловской области организована проверка соблюдения жилищных прав гражданина Миронова. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины непредоставления жилого помещения Сироте. По результатам будем решать вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Между тем, уже в ближайшее время ситуация с жильем может еще больше осложниться. По словам бабушки, ей нужно принять еще одного сына-инвалида. И его элементарно некуда положить. И, возможно, Мироновым с маленьким ребенком придется искать себе новое жилье. Юлия Першина, информационная программа «День», Екатеринбург.